Ну я, если можно, начну с несколько другого, потому что мы же работаем для людей. И вы понимаете, что для нас сбыт, а именно спрос, очень важен. Мы вот в прошлом году с Владимиром Ивановичем обсуждали эту проблему, и мы произвели много картошки, но в результате помните, что произошло? Цена на картофель упала до 4 рублей в оптовом звене, и все получили убыток. Государство должно обеспечить доходность сельского хозяйства двумя путями. Либо оно должно, как это записано в программе КПРФ, увеличить материальное благосостояние граждан, которые могли бы купить качественную натуральную продукцию. Либо дать продовольственные талоны, о которых так много говорят, но опять недавно совершенно представитель правительства сказал, что вы знаете, мы отложим введение этих продовольственных талонов на 2017 год. А это приведет к тому, что сколько бы мы ни произвели, покупать будет некому. Потому что люди уже стали смотреть на ценник и покупать самое дешевое. А что такое самое дешевое? Вы же знаете, что происходит в молочной отрасли. То есть сколько молока ни произведи, больше цены не будет, потому что привезут пальмовое масло. И за последние два года мы практически полтора раза увеличили ввоз пальмового масла в страну. Это кто сделал? И это пальмовое масло в виде молочных продуктов попало на наши прилавки. И главная задача государства – это повышение материального благосостояния населения, которое должно позволить себе купить качественные натуральные продукты, которые мы производим. Это и записано в этой программе. А оттуда пойдет все остальное. Потому что если люди начнут получать достойную заработную плату, достойные пенсии, они смогут покупать наши отечественные продукты. Причем мы производим их натуральными. Вторая задача государства – это уменьшить себестоимость. Представляете, что произошло за последний год? Нам говорили производители. Давайте больше. Значит, мы больше должны потратить, например, солярки. Только введение акциза привело к тому, что из сельского хозяйства изъяли 7 миллиардов рублей. Эта сумма равна сумме, которую все государство отправляет на социальную защиту, на социальное развитие села. Есть такая специальная программа «Развитие села». Там записано 7 миллиардов на год. И 7 миллиардов изъяли из другого кармана. Все эти платоны, ветеринарные требования, все это привело к тому, что себестоимость продукции увеличивается, а продажная цена, поскольку у людей нет денег, не растет. В результате получилась так называемая вилка, в которой мы находимся в очень тяжелом состоянии. Нам говорят, модернизируйте производство. Но все системы, которые государство применяет, о которых так много рассказывало и гордилось, Росагролизинг, Россельхозбанк – это системы, которые, по сути, поддерживают банки, различные структуры, но никак не селянины. Малый и средний фермер вообще не может получить эти нормы поддержки. И государство продолжает впихивать деньги в Россельхозбанки, в различные структуры, вот такие, как ОЗК. Причем государство все время обманывает. Вы же видите. Только что говорили о том, что должны начаться молочные интервенции. Ну, сезон большого молока прошел, а молочных в Турции как не было и нет. В бюджете было заложено 4 миллиарда на молочные интервенции, и ни копейки денег сельское хозяйство не получило. У нас все время рассказывают о хороших намерениях. Но вот еще один пример. Если построить все эти теплицы, о которых сказали, например, субъекты федерации, заложили 369 гектар, то нужно было бы 9 миллиардов рублей из бюджета. А заложено только 3. Это заранее говорит о том, что каждый второй из тех, кто вложил деньги, из трех, двое, не получит эти деньги в виде компенсации. Зачем же государство обманывает крестьян? Говорит, с одной стороны, давайте работайте, а с другой потом говорит, ну, денег нет. Как? Держитесь. Денег нет. Поэтому нам бы хотелось, чтобы вот эта программа, которую сейчас Геннадий Андреевич и Владимир Иванович расширил это все, привелась из бумаги, стала делом. Потому что рассказывать о великих свершениях в сельском хозяйстве нельзя, потому что мы пока не достигли уровня, Владимир Иванович сейчас цифры назвал им, 91-го года. 25 лет назад мы производили больше сихоспродукции, чем сейчас. А отдельный, конечно, я думаю, что глава Латашинского района вам скажет, вообще, что такое жить на селе. Когда в государстве, на село, где живет больше 25%, 40 миллионов человек живет, направляется только 8% бюджета, это вообще немыслимо. Понимаете, как? Если взять бюджетное финансирование, бюджетная обеспеченность селей в городе, вы поймите, какая разница. Вы же вот тут только что входили, видели плитку, да? Так вот, Москва ни копейки денег из своего огромного бюджета на сельское хозяйство не направляет вообще. У них даже программы нет развития села. Хотя есть сельские территории. И если вы обнаружите, что все дефицитные бюджеты пытаются как-то вам, сельскому хозяйству, а есть бюджет России, который все время ждет, когда из субъектов деньги пойдут, или бюджет Москвы, который вообще денег не направляет, то нужно вообще менять бюджетную политику по отношению к сельским территориям. Спасибо. Спасибо.